От идеи до запуска за 410 дней. Столько времени прошло от презентации до официального открытия. Тульская набережная задумывалась как проект по возрождению исторического центра. Первый раз всерьез об этом заговорили в 2016 году во время обсуждения стратегии развития Тульской области. Тогда жители подняли проблему улицы Металлистов, известной в народе как улица Ветхих памятников. Губернатор расширил масштабы, привлек для работы ведущее архитектурное бюро Москвы. Так идея стала реальным проектом, который включил в себя территорию возле Кремля, реку, саму улицу Металлистов и Крестово-Сдвиженскую площадь. Работы охватили территорию в 21 гектар. Идея витала в воздухе достаточно долгое время. Но одно дело идея, а другое дело найти непосредственно финансовые возможности, найти подрядчиков, найти организации, которые все задуманное сделают. И сделают не только в срок, но и сделают и по качеству. Потому что мы это делаем один раз и делаем это на века. В новейшей истории у туликов была одна река Упа. Та, что течет сразу под двумя мостами. На самом деле этот искусственный канал вырыли в начале 20 века. А в 19-м около Кремля существовал полноценный променад. По набережной гуляли пары, а по воде плавали лодки. Все изменил 1906 год. Тогда был подписан указ о передаче площади возле Кремля в собственность Тульского оружейного завода. После этого периметр огородили. А объект получил статус режимного. Там, где влюбленные назначали свидания, появились сараи и хранилища. Из-за нового канала старое русло реки стало мельчать. Поэтому спустя 112 лет первой задачей строителей стала расчистка этого русла. Так на берегу был построен крупнейший в Европе завод по переработке ила. Без перерыва он собирал и сушил отходы, которые накопились в реке за век. Со дна было поднято почти 40 тысяч кубометров ила. Это более 2,5 тысяч груженных камазов. Ил сушили и вывозили на полигон. На свалку отправляли и многочисленные запчасти, которые поднимали со дна. В итоге глубину реки 70 сантиметров удалось увеличить до 3 метров. Но дальше перед рабочими встал вопрос, как защитить будущую набережную от паводка. Тогда было принято решение построить два гидротехнических сооружения. На входе и на выходе, ограничив участок Упы в 1 километр 200 метров. Работа длилась полгода. И подобного в Туле никогда не делали. Пытались проработать технологии несколько лет назад, порядка пяти лет, когда мы собирались строить ивантовые плотины, рассматривали вопросы, связанные технологией. Но на тот момент не было ни возможности, ни средств, естественно, ни технологии не позволяли. Даже мы не могли найти подрядчика, который нам реализует. Новые плотины на набережной способны поддерживать постоянный уровень воды, независимо от силы паводка. Если раньше река могла подниматься на 6 метров, теперь круглый год глубина здесь будет 2. Чтобы вода не застаивалась, система постоянно генерирует искусственное течение. А при желании может полностью обновить реку на этом участке всего за сутки. Для укрепления берегов Упы рабочие вбили по периметру 1200 свай. Шестиметровые бревна сначала затачивали под карандаш, потом погружали на глубину 5,5 метров, параллельно оформляя береговую линию досками. Большую часть времени стройка велась в непогоду. Мороз, снег. Бригады выходили на объект каждый день. Пока одни чистили реку, другие готовили площадку под будущую набережную. От Тульского оружейного завода на берегу остались сараи, ангары с оружием и танки с мазутом. Их нельзя было просто срезать. Поэтому сначала мазут выкачивали, потом цистерны демонтировали и утилизировали. Так из самого центра города было вывезено 200 тонн нефтепродуктов. И это стало лишь началом. Чтобы сделать искусственный ландшафт, задуманный архитектором, строителям пришлось снять 50 тысяч кубометров грунта. И лишь потом приступить к основным работам. Для этого на территории почти в 10 гектаров работали полтысячи человек. Контроль велся на всех этапах. Губернатор выходил на объект, и когда очистили русло, и когда шло укрепление берегов, и когда прокладывали коммуникации. Отчеты шли каждую неделю. Самый обсуждаемый проект последнего десятилетия делали филигранно и осторожно. Ведь он должен был положить начало возрождению всего исторического центра города. Проект набережной был представлен в июле 2017 года. После этого еще полтора месяца архитектурное бюро собирало предложения и пожелания туляков. В итоге территорию вдоль Упы словно разделили на три зоны. Первая — пряничная, с клумбами в виде завитков и коричневыми оттенками. Дальше — концертная, с настоящей сценой и площадью. Следом — игровая и спортивная, с детскими коротками, тренажерами и футбольным полем. Опоры существующих мостов торкретировали, то есть дополнительно укрепили бетоном. А дальше приступили к строительству нового, парящего. 88 свай, 42 тонны металла. Так на Дупой появилось место встречи всех влюбленных. Но Тульская набережная — это не только территория возле Кремля и начинается вдали от реки с фонтана на Крестовоздвиженской площади. Для того, чтобы небольшой участок в центре Тулы стал частью большого проекта, год назад, помимо рабочих, сюда зашла целая группа археологов. Здесь они работали вместе со строителями. Следили за каждым погружением ковша. Как только показывался нетронутый слой грунта, все работы останавливались. Все дело в ценности этого небольшого куска земли. В 17 веке к западу от Кремля тулики не жили. Здесь были ручьи и овраги. В 18 веке вода ушла. Археологи это связывают со строительством плотины для нужд оружейного производства. Площадку начали обживать купцы. Территория превратилась в рыночную. Причем торговля шла успешно. Если в начале века лавки ставили площадью всего 6 квадратных метров, то к концу столетия их заменили кирпичные погреба на несколько комнат. В конце 19 века здесь закончили строительство Крестовоздвиженской церкви. От нее название получила и сама площадь, которую до сих пор называют Крестовоздвиженской. Первые дороги на этом участке начали прокладывать также в 18 веке. Год за годом территория ширилась. Появилась улица Пятницкая, улица купеческих домов. Археологи говорят, что самая интересная находка для них – это семь уровней деревянных мостовых, которые на Пятницкой строили одну над другой. В чем уникальность культурного слоя города Тулы для этого участка? В чем уникальность слоя именно 18 века? В том, что это так называемый мокрый слой, то есть слой, в котором постоянно находится влага, который препятствует попаданию кислорода, препятствует окислению, там сохраняется на протяжении 300 лет. Кожаная обувь, какие-то кости животных, мусор, который выбрасывали, сохраняются деревянные изделия. И для археологов, конечно, это большая находка, потому что обычно все это не сохраняется. Мы исследуем стекло, керамику, металл. В общей сложности из глубин веков археологи подняли более полутора тысяч различных предметов. Для самих же туляков самым громким открытием стало кладбище. С площади в 72 квадратных метра археологи извлекли 67 гробов. Но сенсации не получилось. О том, что рядом с церковью были захоронения, краеведы знали всегда. Просто ни разу им не давали возможности исследовать территорию. В этот раз археологи работали на всей улице. За рабочими они переходили с участка на участок, погружаясь на глубину до пяти с половиной метров. Именно настолько вглубь пришлось уйти строителям, чтобы реализовать самую амбициозную часть проекта — чистое небо. Сотни проводов опутывают тулу. До 70 кабелей на одном столбе висело и по улице металлистов. Поэтому рабочим вначале надо было разобраться, куда ведет каждый, потом все распутать и уложить под землю. Работы осложнял высокий уровень грунтовых вод. Уже на глубине двух с половиной метров стройку приходилось останавливать и приступать к откачке. На улице металлистов огромное количество очень красивых зданий и бесконечное количество инженерных проблем. Треть, и это много денег, треть денег, если не больше, ушло на перекладку всех городских сетей. Мы сначала рассчитывали по московским нормативам, думая, ну, мы знаем, сколько на гектар надо сделать реконструкцию инженерных сетей. Здесь два раза больше. Видимо, так давно ничего не делали, никто не знает, какие сети. Мы делаем исследование, копаем, а там еще сети, копаем, а там еще сети. Чем непонятно, чьи, никто не сознается. А часть, собственно, вообще уже не существует. Это сложно показать. Смотрите, граждане, какие у вас замечательные сети, их не видно. Но это так. Вот каждый дом, который роскошно там стоял, у них не было ни газа, ни воды, ни канализации. Теперь у каждого этого дома есть и то, и другое, и третье. Сейчас Тульская набережная – это большой невидимый пирог. Под каждой дорожкой уложены слои из плитки, армированного бетона, щебня, песка и геотекстиля. Еще ниже электрические кабели и провода системы видеонаблюдения. А на глубине 4,5 метров рабочие смонтировали ливневую канализацию. Прошу вас, приглашаю посмотреть, что мы здесь делаем и как это здание обретает свое второе дыхание. На улице Металистов свои филиалы имеют 4 федеральных музея. Среди них и Музей оружия. Это сейчас внутри помещения пустые стены. К открытию здание площадью 2000 квадратных метров станет единой мультимедийной площадкой. Ее характер определил сам дом. В 1872 году Михаил Белолипецкий открыл здесь первую пряничную фабрику. Поэтому и будущий музей посвятят легендарным тулякам и знаменитым промыслам. Здания разделят на три зоны. В левой пристройке разместят интерактивные, связанные со школами тульских мастеров. Гости даже смогут сами печь там пряники. В правой пристройке создадут тренажерный зал-симулятор боевых машин, чтобы люди могли не только почувствовать историю, но и включиться в процесс. Пространство между двумя пристройками превратят в атриум, откуда будет открываться вид на набережную. А вот сам дом станет машиной времени, где даже балкон сделают частью экспозиции. Они могут выйти на этот балкон, а там мы устанавливаем систему бинокуляров, с помощью которых наша... Это машина времени. Наши гости смогут перенестись в 19 век и увидеть улицу металлистов той пятницкой, которой она была в 19 веке. Причем все объекты будут представлены в 3D-исполнении. И в этот комплекс монтирована еще и звуковая, акустическая аппаратура. Не только увидеть и почувствовать, но и услышать звуки прошлого. Заработать на 100% музейный квартал должен к 2020 году. А сейчас жизнь на улице металлистов генерируют сами туляки. Как только были озвучены первые планы, к реализации проекта подключились ательеры и рестораторы. Чтобы в любое время на набережной было безопасно, за объектом следят 120 видеокамер. Все они объединены в единую интеллектуальную систему. В случае ЧП она сама выведет на экран участок и максимально приблизит лица. Тем более, что прямо рядом с набережной, несмотря ни на что, продолжает работать Тульский оружейный завод. Чтобы обеспечить собственную сохранность и не испортить внешний вид набережной, руководство предприятия полностью огородило периметр и отремонтировало фасады зданий. Самое главное, что ТОС смог поучаствовать в таком проекте для Тулы, очень важном, который закончил фактически формирование Кремлевской зоны, открыл для людей такую прекрасную набережную. И это основная мотивация, с которой мы подходили к этому проекту. Предприятие даже согласилось на демонтаж газовой трубы, которая шла через всю набережную. Ее срезали постепенно и в итоге демонтировали полностью. Что такое Тульская набережная? Это более 20 тысяч деревьев и кустарников. Это более тысячи светильников и почти 60 тысяч квадратных метров газона и цветников. Это амфитеатр и настилы, сделанные из лиственницы. Это 700 человек, которые параллельно работали на Крестовоздвиженской площади улицы Металистов, Мосина, на берегу. И все для того, чтобы тулики, как и в 19 веке, смогли выйти к реке через башню водяных ворот Тульского Кремля. И в день официального открытия набережной 8 сентября это сделали 180 тысяч человек. Славься, славься, ты, Русская! Славься, ты, Русская, наша земля! За обруду к победе веков всегда! Любимая наша, родная страна! Славься, славься, из рода в род! Славься, ты, великий наш русский народ! С родов, посетящих на край родной! Проди безпощадной, могучей рукой! И вот, более века спустя, набережная в Туле вновь принимает гостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое вам всем спасибо, что вы участвовали своим сердцем, своей душой в этом проекте. За то, что вы нас поддерживали, за то, что вы испытывали определенные трудности, но терпели. Потому что вы знали, мы это делаем для вас, мы это делаем на века, мы это делаем, в первую очередь, для наших детей. И Тула, тулики, жители заслужили этого. Я вас поздравляю. Я хочу сказать, что здесь были привлечены большие силы и большие средства. Здесь проделана колоссальная работа. Пусть Тулу знают, видят и смотрят, как она развивается, как она становится лучше. И еще будет лучше. Потому что у нас есть силы, у нас есть желание, и у нас есть уже понимание, как надо делать и к чему надо стремиться. Ландшафтный парк, который 112 лет был скрыт от туликов, теперь открыт со всех сторон. Со стороны Кремлевского сквера, откуда Тульский оружейный завод убрал проходные. Со стороны Кремля, со стороны улицы Мосина, которую привели в порядок и сделали частью нового сценария возможностей. Пока молодой проект только в начале своего долгого пути. Но уже на улице Металлистов, на месте заброшенных зданий, появляются первые кафе. Вместо дороги пешеходный бульвар, вместо пустыря набережная. Улицы, по которым раньше тулики боялись ходить, засияли огнями. В центре Тулы появилась жизнь.